Основа электробезопасности в электроэнергетике. Специальность электроэнергетика. Лабораторное занятие номер один. Электробезопасность. Система организационных и технических мероприятий и средств обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрического дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Электрические установки, используемые на производстве, позволяют большую потенциальную опасность. Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. Кроме поражения, электрическим током нарушения режима работы электроустановок может сопровождаться в отдельных случаях возникновением пожара или взрыва. Опасность поражения людей электрическим током специфично усугубляется тем, что она не может быть обнаружена органами чувств человека, зрением, слухом или обаянием. Анализ эстетических данных показывает, что уровень электротравматизма на производстве среди травм невысок и составляет более не более 1%. Однако, по числу случаев со смертельным исходом электротравматизм занимает одно из первых мест, достигая в отдельных отраслях 40%. При этом, 80% случаев со смертельным исходом приходится на электроустановки напряжением от 127 до 380 Вольт. Практика показывает, что в большинстве случаев при применении электрической энергии опасность возникает из-за нарушения целостной изоляции тока ведущих частей. На состояние изоляции существенное влияние оказывает температура и влажность окружающей среды производственных помещений, наличие химической активной среды и ряд других факторов. Таким образом, при эксплуатации электрического оборудования, аппаратуры и приборов большое значение приобретает вопрос защиты обслуживающего персонала и других лиц от опасности поражения электрическим током. Прикоснувшись к лороднику, находясь под напряжением, человек улучшает себя в электрическую цепь. Если он плохо изолирован от Земли или одновременно касается объекта с другим значением потенциала, в этом случае через тело человека проходит электрический ток, который оказывает специфическое воздействие на организм – термическое, электролическое, механическое и биологическое. При термическом действии происходит перегрев в функциональных расстройствах органов на пути прохождения тока. Электролитическое действие тока выражается в электролизе жидкости в тканях организма, в том числе в крови и нарушении его физико-химического состава. Механическое действие приводит к разрыву тканей, расслоению ударному действию испарения жидкости из тканей организма. Механическое действие связано с сильным сокращением мышц вплоть до их разрыва. Механическое действие тока выражается в раздражении и перевозбуждении нервной системы. Прямое прикосновение – это электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением. Косвенное прикосновение – это электрический контакт людей или животных с открытым проводящими частями, оказавшихся под напряжением при повреждении и изоляции. Человек, находящийся в зоне растекания тока, касающийся при этом корпуса оборудования, оказывается под напряжением прикосновения. Напряжение прикосновения – это напряжение, возникающее между двумя проводящими частями или между проводящими частью и землей при одновременном прикосновении к ним человеку или животному. Находясь в зоне растекания тока, замыкание по земле человека оказывается под напряжением шага. Напряжение шага – это напряжение между двумя точками на поверхности Земли на расстоянии от одного метра от другой, который принимается в равном длине шага человека. Неслабление персоналом эксплуатирующих установок правила электробезопасности может привести к поражению электрическим током и различным электротравмам. Вы различаете два вида электротравм – местные электротравмы и общие электротравмы электрических ударов. Местные электротравмы – это четко выраженное место повреждения целостности тканей организма, в том числе костных тканей, вызванных действием электрического тока и электрической дуги. К местным электротравмам относятся электрические ожоги, электрические знаки, механические повреждения, а также электрический удар. В зависимости от исхода поражение электрического удара делится на четыре степени. Первое – это судорожное сокращение мысли. Второе – судорожное сокращение мысли потери сознания. Третье – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания. Четвертое – клиническая смерть, то есть отсутствие дыхания и кровообращения, переходное состояние от жизни к смерти, наступающий с момента прекращения деятельности сердца и легких. Далее мы с вами будем рассматривать схему двухладного включения человека в бутылческую сеть. Итак, при значении переменного тока от 100 мА и постоянного тока 300 мА, его воздействие передается непосредственно на мышцу сердца. По длительным воздействиям 0,5 секунд может наступить остановку или фибрилляция сердца. Это третье – пороговое значение токов, фибрилляционный ток. Как следует из сравнения, пороговое значение токов, одно и то же воздействие вызывается с большим значением постоянного тока, чем переменного. Следовательно, переменный ток более опасен, чем постоянный ток. Однако, даже небольшой постоянный ток ниже порога ощущения при быстром разливе цепи дает очень сильные удары вплоть до судорог мышц. Также установлено, что в электрическом станок с уровня напряжения выше 500 В опаснее постоянный ток. Наибольшей опасностью представляется переменный ток частотой от 20 до 1000 Гц. Путь в частотах ниже 20 и выше 1000 Гц опасность порожения уменьшается, так как величины предельно допустимой недопускающих токов измеряются от значения 20 мА в большую сторону. Большое значение имеет путь прохождения электрического тока через тело, то есть с какими частями или участками тела касается тока ведущей части. Основные петли тока это рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога. Наиболее опасны те пути, при которых электрический ток проходит через жизненно важные органы, головной или спинной мозг, голова-руки, голова-ноги, сердце и легкие руки-ноги. Степень опасности и исход поражения электрического тока зависит от схемы включения человека в электрическую цепь. Возможно два варианта прикосновения человека к сети, между двумя фазами двухфазными и между фазой и нулевой точкой однофазной. Наибольшее опасно представляет двухфазное прикосновение, рисунок 1, где а это сеть с изолеженную нейтралью, б сеть с глухозаземленной нейтралью. При двухфазном соприкосновении человек попадает под действие линейное напряжение сети и величина тока, проходящего через тело человека, зависит только от напряжения сети и сопоставления тела человека. Отсюда формула I равно U делить на R, где UL это линейное напряжение, а R, Ч, основное сопоставление тела человека. Примерно оно равно 1000 Ом. При однофазном включении сети в изолеженную нейтралью, ток, проходящий через тело человека, возвращается к источнику чега сопоставления изоляции фазных проводов, которые имеют большую величину. При этом величина тока, проходящая через человека, определяется по формуле I равно UF деленной на различные сопоставления, где и сопоставление тела человека, сопоставление обуви, сопоставление пола, сопоставление изоляции фаз. Далее мы с вами рассмотрим схему однофазного включения в сеть с изоляционной нейтралью при хорошей изоляции и при аварийном режиме В аварийном режиме рисунок 2b, когда одна из вас замыкает на землю или корпус оборудования или сопротивление изоляции малого Человек может оказаться под полным линейным напряжением Отсюда можно его найти Полное линейное напряжение делить на сопротивление обуви пола и человека При однофазном включении в сеть с заземленной нейтралью человек попадает под фазное напряжение независимо от величины сопротивления изоляции фаз Это рисунок 3. Схема однофазного включения в сеть с заземленной нейтралью Величина тока, проходящего через человека, в этом случае определяется по формуле, где R0 это сопротивление заземленной нейтралью Электрическое сопротивление тела и приложенное напряжение также влияет на исход поражения, поскольку определяет величину тока через организм Сопротивление тела человека обусловлено не только физическими свойствами, но и психоэмоциональным состоянием Сопротивление тела человека и электрического складывается из трех составляющих Сопротивление кожи вместо контактов, внутренних органов и емкости человеческого кожного покрова Рисунок 4. Это эквивалентная подробная схема замещения сопротивления человека Где RNXN это моделирует сопротивление кожи RRVN моделирует сопротивление внутренних тканей органов тела человека Отсюда активное сопротивление наружного слоя можно рассчитать RH равно ρH, D деленное на S Где ρH это уделен сопротивление наружного слоя Оно варьируется от 10,4 до 10,5 Ом на метр D это толщина кожи в метрах И S это площадь электрода в метрах квадратных Емкостное сопротивление XN обусловлено тем, что в месте сопротивления тела Столько в ведущей части электрода образуется как бы конденсатор Обкладками которыми является электрод и хорошо проводящий внутренние ткани А диэлектриком разделяющим обкладки конденсатора наружный слой кожи Таким образом полное сопротивление цепи у нас есть Полное сопротивление цепи у нас равняется ZH Сопротивление тела возрастных людей, мужчин, женщин и детей Измеренное в разное время возрастных условий не одинаково Расчетное сопротивление тела человека принято 1000 Ом Сопротивление человека зависит от многих факторов Место приложения электрода, площади касания, величины тока и времени прохождения На данном лабораторная работа подходит к концу Вам нужно будет рассчитать сопротивление, эквивалентно сопротивление замещения тела человека Просчитать объем поражения, а также ответить на контрольные вопросы Контрольные вопросы вам прилагаются в методических указаниях лабораторной работы Также необходимо составить отчет с краткотеоретическим материалом Ответами на контрольные вопросы и вашими расчетами и выводами по лабораторной работе Спасибо за внимание